Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, мы переходим с вами к изучению четвертой кофизмы. Наши лекции записываются, размещаются на сайте экзегет.ру, а также на сайте Средневского монастыря монастыри.ру. Псалом 24. По мысли отечественного библеистра, протерея Николая Вишнякова, автора 24-го псалма – это теснимый многочисленными и сильными врагами. И ниоткуда не имея помощи, он обращается к Господу с мольбою, чтобы тот не дал восторжествовать над ним врагам его, но объявил бы ему свою милостивную помощь и защиту, простил грехи, которыми он заслужил свои нечестия, и всегда наставлял и направлял его на правый путь. Тон псалма несколько приглушен. Доверие певца проявляется в терпеливом ожидании. Мы здесь не встретим каких-то бурных всплесков радости, которые характерны для подобных же псалмов. Проситель из 24-го псалма признает, что он грешник, и в то же время он рассчитывает, что Бог будет относиться к нему милосердно по своей благости. Этот псалом содержит идеи из литературы мудрости, что наблюдается в просьбе к Господу направить на путь истины. Первые буквы каждой строчки 24-го псалма выстроены в виде акр-стиха. Еврейский алфавит с небольшими пропусками и повтором буквы «рэш» сдаёт начало для каждой новой реплики. Поэтические единицы последовательно начинаются с 21 из 22 букв еврейского алфавита от «алифа» до «тава». Псалом 24-й прикликается с 33-м. Они похожи друг на друга как в способе организации текста, так и в способе выражения мыслей. Но теперь давайте последовательно рассмотрим основные строчки данного псалма. Прежде чем я к этому перейду, ещё несколько замечаний. Данный текст можно разделить на три такие части. В стихах 1-7 автор выражает своё доверие Богу, на которого он уповает. В стихах 8-14 он размышляет о награде, которую получает боящийся Господа. В стихах 15-21 призывает Бога посмотреть на его страдания и избавить от них. А вот 22-й стих стоит вне общего шаблона. В нём всё общество Израиля отождествляет себя с псалмопевцем. 21-й стих он завершает акро-стих. И в связи с этим у многих исследователей возникает вопрос об аутентичности последней 22-й строчки. До 21-го стиха перед нами индивидуальный плащ конкретной личности. А 22-й стих призывает к спасению всей общины народа Израильского. Некоторые исследователи полагают, что 22-й стих является дополнением к первоначальному тексту. И это дополнение появилось со временем. Но далеко не все исследователи согласны с такой точкой зрения. По другой гипотезе, весь псалом – это набор пословиц, крылатых выражений, похожих на собрание притч из книги «Притчи». И в таком случае автор всего лишь только мастерский компилятор, который подобрал эти пословицы и первое слово так, чтобы они расположились в алфавитном порядке. Но в таком случае нужно допустить, что данные пословицы являются разрозненными текстами и объединяются друг с другом только лишь общей идеей помощи Божьей отдельной личности или Израилю в целом. Но я не буду сейчас перечислять аргументы, по которым я бы возражал в предыдущей точке зрения. Мы с вами будем рассматривать данный псалом в его целостности, в том виде, в котором он до нас дошел. Принимая во внимание прежде всего акра-стих, который является стержнем для последовательного развития мыслей единого автора псалма. Надписание псалма указывает на авторство Давида. Однако индивидуальные особенности недостаточно конкретны, чтобы напрямую связать текст с историческими событиями из жизни царя Давида. Теперь посмотрим детальнее на строки данного псалма. Первый, третий стихи. Уже самый первый стих задает тон всему псалму. В нем звучит уверенность псалмопевца в Боге. Он не рыдает и не вызывает о помощи, а с доверием вручает свою душу Богу. К тебе, Господи, возношу душу мою. Возносить душу значит благоговеть пред Богом. Это же выражение может указывать на молитву, что мы видим из других псалмов. Во втором стихе используется глагол «уповаю», который лучше было бы перевести как «доверяю». Молитвенное обращение к Богу по данному псалму характерно тем, что доверие идет впереди каких-либо просьб. Поскольку я доверяю, поэтому и прошу. Доверие к Богу подразумевает восстановление в достоинстве, сохранение от общественного позора. Враг стремится получить статус в обществе за счет посрамления псалмопевца. Глагол «опозорить» трижды встречается в стихах 2 и 3. Постыдиться, опозориться, потерять должность, социальный статус и уважение означало испортить отношения среди родственников своего клана, а также испортить деловые отношения. Честь и стыд были очень важными ценностями для общества того времени. Человек пребывал в чести общества, когда был обществу полезным, добродетельным, имел те личные качества, которые в обществе считались желательными. Напротив, предавался позору тот, кто не соответствовал принятому в обществе моральному облику. Или шел против общественных ценностей. Поскольку псалмы намеренно избегают исторических деталей, мы не знаем, как враги автора 24-го псалма пытались его обесценить в глазах общественности. В то же время мы можем предположить, что он намеревается защитить себя на основании тех характеристик праведной жизни, которые были прописаны ранее, в 14-м и 23-х псалмах. По данным псалмам приближается к Богу тот, кто, цитирую, «ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем». Ходит, делает, говорит. Тот, у которого руки не повинны, и сердце чисто, кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно. Об этом мы говорили с вами на прошлой лекции. Такое поведение могло бы завоевать похвалу общества верующих людей, если бы не коварные интриги врагов, которые по данному псалму беззаконноют в туне, поступают коварно без всякой на то причины, безосновательно. Поэтому псалмопевец желает, чтобы сами опозорились те, кто пытается опозорить его. Четвертый и пятый стихи передают четыре просьбы к Богу. Псалмопевец желает идти по пути жизни, возрастать в познании Бога и его истины. Для этого он просит Господа направить и научить. Некоторые исследователи полагают, что пути, о которых здесь идет речь, это его, то есть Бога, методы управления миром, Божий промысел, те великие законы, с помощью которых Господь управляет Вселенной. Выражение «на тебя надеюсь» говорит о целеустремленности автора. Он всякий день ожидает спасения от Господа. По стихам 6-7 псалмопевец желает, чтобы Бог не держал в памяти грехи его юности. Здесь уместно вспомнить известное песнопение, которое мы часто на воскресной утренней слышим. «От юности моей я многие борют мне страсти». Так вот, псалмопевец просит, чтобы Господь не помянул грехов юности. По святителю Афанасию Александрийскому юность связана с безумием. А явным безумием для народа израильского было время их идолослужения. Бог должен вспомнить о былом грешнике по причине своей милости, доброте и щедрости. Эти качества провозгласил Господь на Синае после того, как Моисей произнес его имя. Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. Это говорит нам книга Исход. Эти слова вошли во многие священнические возласы православного богослужения. Якоты благ и человеколюбец, якоты много милостив, щедр и благоутробен. Вспомнить это больше, чем представить перед глазами образ человека и характер его поступков. В данном контексте вспомнить подразумевает определенные шаги навстречу воспоминаемому. Псалмопевец признает свою неудачу как нечто прошедшее. Это подразумевает, что он уже изменил свою жизнь, отвернулся от былых грехов. Его желание узнать путь Господень указывает на его намерение больше не грешить. Бог добр. Он наставляет, наверное, путь тех грешников, к которым причисляет себя псалмопевец в стихах 8.11. Однако успех в перевоспитании зависит от смирения человека, от его кротости. По книге Притч гордость является препятствием на пути познания божественных истин, а смирение делает человека открытым для слушания голоса Божия. Все знайки, которые полагаются на свой разум и кажутся мудрыми в своих собственных глазах, не имеют страха Божия и не слушают его наставлений. Напротив, смиренные духом приобретают честь и славу. В 10 стихе упоминается слово «завет», которое редко встречается в книге псалмов. Завет предполагает договор, при котором две стороны берут на себя какие-то обязательства. в данном случае требование к человеку только одно — хранить его завет и откровение. Поскольку откровение выступает как нечто отличное от понятия завет в данном контексте и в некоторых других стихах Библии, ученые выдвигают на этот счет различные гипотезы. Первое. Возможно, откровение это какой-то документ, который вручался иудейскому царю при коронации, но этот документ до нас не дошел. Возможно, это документ, в котором прописывались условия завета Бога с Давидом и его потомками. Может быть, это был какой-то священный документ, который хранился в Ковчеге, в котором были записаны отдельные части Синайского завета. Или даже, может быть, есть вероятность допустить, что это и были те самые скрижали, которые Моисей положил в Ковчег. Некоторые говорят, что, напротив, откровение это вовсе не документ, не каменный, не на какой-то стеле записанный, тем более пергаментный или папирусный, а это указание, самое общее указание на обязанность помнить те случаи, когда Бог спасал свой народ. Нам кажется последнее наиболее приемлемым, поскольку понятие откровения в Псалтире чаще всего связано с наставлением. Откровения верны, они умудряют простых, оживляют, дают блаженство. Те, кто будут хранить завет и откровение, от Господа их ожидает прекрасная дорога, милость и истина. По блаженному Феодориту всякое домостроительство Бога и Спасителя нашего срастворено милостью и истиной. В 11 стихе псалмопевец просит простить ему согрешение, ибо оно велико. Автор псалма дерзает обращаться с такой просьбой не потому, что посвятил восхвалению Господу свои таланты, свои гимны, песни, а потому, что Бог по природе благ, и его имя, а имя означало в древней писемности репутацию, и так, его репутация как благого, милостивого свидетельствует об этом. Тем, кто имеет страх Господень, стихи 12-15. Господь открывает завет и указывает путь. По книге Притч страх Господень – начало познания. Бояться Бога значит признать, что человек не является центром вселенной. Страх Божий порождает в человеке должное смирение, которое делает его обучаемым. Этот страх не эмоция, которая заставляет человека убегать, а то состояние, которое побуждает оставаться в удивительном присутствии Божьем и прислушаться к его ответам. Господь наставляет боящихся на правый путь, извлекая их ноги из сетей заблуждения, потому что они хотят учиться. Награда за прилежание в учебе – наследование земли. Аналогичная мысль присутствует в такой притче. Ходи путем добрых и держись стезей праведных, потому что праведные будут жить на земле и непорочные пребудут на ней, а беззаконные будут истреблены с земли и вероломные искоренены из нее. Заключительная часть псалма стихи 16-21 состоит из серии прошений, которые описывают текущее беспокойство псалмопевца по поводу своего одиночества, угнетения и изнеможения. Поэт еще раз просит прощения за свои грехи и призывает Бога обратить внимание на его страдания, преследования со стороны многочисленных врагов. Он снова и снова просит от Бога защиты. Сохрани душу мою, избавь меня, да охраня от меня твоя правота и надеется, что будет избавлен от общественного позора. Данный псалом отличается тем, что его автор не хвалится своими заслугами и не отстаивает свою невинность, но напротив исповедует Богу свои грехи. У него нет никаких заслуг, которыми он мог бы умилостивить Бога. Единственный аргумент, который он представляет Богу в свое оправдание, это надежда. В тебе я нахожу убежище. От благого и праведного Бога жду, надеюсь на последующие действия. Такой тип благочестия, который наполняет человека целиком, избавляя его от раздвоенности помыслов и чувств, называется в русском переводе непорочностью. Прямой путь следования за божественной волей, лишенной греховных падений в интеллектуальные овраги или совращении на кривые тропинки порока передается в русском переводе понятием правота. Непорочность и правота две главнейшие добродетели праведного Иова. Источник этих добродетелей, которые выступают как некие добрые ангелы, это Бог. 22 стих является своего рода постскриптумом. В отличие от всего предыдущего текста, обращение в 22 стихе идет не от первого лица единственного числа, а от всего Израиля. Кроме того, этот пассаж выходит за пределы полного окрестиха, который сдает поэтический ритм в стихах 1-21. Не исключено, что данный фрагмент был добавлен к псалму со временем и таким образом превратил покаяние одного лица в молитву, пригодную для общественного богослужения. Выводы. Путь к Богу, который показывает нам данный псалом, обусловлен зрелым личным размышлением о себе. Это принципиально отличает библейский поиск божественного от языческих исканий иррациональных указателей и случайных примет. Настойчивость, покаяние с осознанием собственной вины. Кротость, почтение к Богу, все это ведет к тому, что можно обозначить словом дружба. Понятие дружба выражено здесь еврейским словом сод. Этот термин обозначает не только конфиденциальную дискуссию и те секреты, которые рождаются в результате нее, но и тот круг близких советников на перстников, с которыми небесный царь может обсуждать свои решения. Такой разумный в выборе способа диалога с Богом подход, который не связан с временными корыстными интересами, закладывает основу для правильных решений. Как результат развивается душа, приобретая навык к развлечению добра и зла, и она приближается к небу. Воззвание псамопевца к Богу о помощи, несмотря на прошлые грехи, вполне соответствует христианскому мировоззрению. Однако, если для человека Ветхого Завета явление правды Божией только ожидается, то для христиан правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки, уже явилась через веру в Иисуса Христа. По апостолу Петру он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его выселились. А чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом, по апостолу Павлу он избрал немудрое миро, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Субтитры 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 Продолжение следует...